В Центре народной культуры ЛАД прошел День призывника. В этот раз в качестве гостей на мероприятие пригласили студентов политехникума. На прошлой неделе стартовала осенняя призывная кампания. В ряды вооруженных сил из Азбеста будут призваны 75 человек. Из соседних территорий служить по призыву отправятся 15 ревтинцев и 6 новобранцев из Малышевского городского округа. По оценке военного комиссара Юрия Туруткина, с выполнением плана по призыву проблем не возникнет. Сегодня состоялась первая призывная комиссия. Представитель комиссии, глава Азбестовского городского округа Тихона Наталья Робертна выступила с напутственными словами нашим призывникам. Сегодня из 55 человек 23 человека признаны годными. И мы их поздравили, признанная комиссия их поздравила с тем, что они придут служить на благо нашей Родины, на защиту вооруженные силы. Несколько человек ограничены годными, два человека негодными признаны. В тот же день для новобранцев и их родителей в Центре народной культуры ЛАД состоялся традиционный день призывника. С напутственными словами к молодежи обратились ветераны воинской службы, представители общественных объединений «Граница», «Морская слава», «Арсенал», ветераны 12-й бригады специального назначения. По традиции будущих солдат российской армии напутствовал отец Олег. Сегодня такое вот время, что многие очень простые, но важные вещи утратили в наших людях ценность, такие как хлеб и время. А законы духовные действуют так, что человек непременно потеряет то дорогое, и важно, что он ценить уже перестал. И поэтому что-что, а вот армия научит солдата ценить и распоряжаться каждым часом своего личного времени и каждым куском хлеба. Вокальная эстрадная студия «Витаминус» подготовила для призывников небольшой концерт. Благодаря прекрасному исполнению уже полюбившихся песен патриотический настрой передался и публике. Песня «Витаминус» Как уже не раз отмечали в военкомате, сегодня призывники настроены на службу в армии. Многие начинают готовиться к исполнению воинского долга заранее. Как рассказал нам призывник Игорь Попов, к службе он начал готовиться с 16 лет. Причем не только в отношении спортивной подготовки, но и в бытовом плане. Сам готовлю. Бывают вещи подшивые, ну вот так, чтобы уже закаленным прийти туда. По традиции, один из новобранцев будет направлен в президентский полк. Первая отправка призывников состоится уже в октябре. Татьяна Мельникова, Владимир Денисов, Новости ТВ.